Продолбал полдепа я на проклятых стопах. Бэнкман Сэм тупой горилла, депозиту снова вилы. Идущий на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписочки, колокольчики, конечно же. Нажимаем, нажимаем, прожимаем. 25 июль, открытие недели, СМЕ. Че мы там открылись? Эфириум, ГЭП закрыт, Биткоин, ГЭП даже не открыт. Нормально, все, гуд. Ну, в общем, все как и подозревалось. Идем пока по этому сценарию, да? Единственное. Вчера говорил, что могут еще раз даже на пару пипсов переходить вот эту вот структуру, плечо, не знаю, как хотите называйте. Но не дали, не дали. Хотя там и красиво были расположены двадцатки, да, в принципе. Да и так я считал, там, ну, двадцать пятки. Но, видимо, все уже. Движ готов. Дальше предполагаю, что будут дальнейшие снижения, да? Отсюда я считал, десятки у нас находятся где-то вот в этой зоне, да? Приход к десяткам. Пробуем взять двадцатые плечи. Я думаю, что это удастся. Ну, то есть, условно. Вот у нас сопротивление, да, которое мы сначала столкнулись, потом ее снизу, сверху точнее протестировали, пошли дальше. Вот сейчас в обратную сторону. Пробиваем. Скорее всего, где-то здесь аккумулируемся, тестируем. И, возможно, даже можно в контртренд захеджировать шорт, который, да, сейчас есть. Какой-нибудь тут лонг что-нибудь придумать. Ну, пока не знаю, пока не хочу рисковать. Сделка висит, шорт есть. Конечно, хотелось бы усиливаться, но я там разместил четыре лимитных ордера. Одну сразу здесь поставил на стоп. Так, ой, не на стоп. Господи, как это сказать-то? Ой, блин. Короче, на перебитие. Как раз тут прям пипс-пипс ударились. Одну лимитку забрали. Но тут еще я четыре разместил. Вплоть до 23,380. Три не захватил. Все, я их убрал. В принципе, тут усиливаться негде. И план только один. Идем, вышибаем десятки. Здесь два варианта. Либо я частичку забираю, ну, так скажем, частичку забираю с рынка. Там процентов 30-40 со сделки. И уже доливаться буду чуть выше, если мы пойдем до двадцатки тестировать. После пробития. Вот если здесь, вот что-то можно будет здесь добрать. То есть здесь тейкнуть. Здесь усилить. Это пока что единственное, что я вижу. Что тут можно. Естественно, практически, наверное, процентов 80 надо уже будет закрываться. Там с хая, где я считал. Вот здесь у нас как раз. Да, у пятерок надо будет на 20 где-то 500 уже выходить из шорта. Да, потому что, ну, понятное дело, что мы можем не с первого раза вот такую вот бибу сделать. И поэтому на местах, вот, ну, фракталы, когда чертятся, да, на местах переломов, когда начинается очень сильное движение, все-таки это очень много зависит от игрока, который воспользуется, не воспользуется слабостью. Поэтому на пятерках, наверное, надо будет выходить и уже держать какие-то остатки, если ниже пойдем. Я также считаю, что ниже, еще ниже есть куда падать и очень сильно. А, что тут интересного? Ну, в принципе, вон, лонги набрали. Гуд-гуд. Ставки финансирования не закололи, не закололи. А, шортят? Да не особо. 0.9, как было на эфириуме. Так и осталось. Вон, Solana 0.1. Где там GMT мой любимый? Где он? GMT все, что ли, кончился? GMT, GMT. Вот он. А, ну, сейчас, кстати, еще нормально фонит, потому что вчера я смотрел. 1.2 был на битке. А, эти петучи из бита не выкладывают свои до сих пор позиции. Не хотят, видимо, палиться уже 23 дня. Они не выкладывают. Скорее всего, это будет дополнительным фудом то, что они сократили свои лонговые позиции. Ну, они уже сократили, как бы в ассет-менеджерах было видно сокращение. Вот. Ну, в общем, как-то так. В общем, считаю, что открылись круто, филигранно, очень красиво, интересно и качественно. На этом, наверное, по анализу все. Давайте ответим на ваши вопросики. Так, спасибо за видео, прикольно рассказывать. Вопрос, могли бы вы, например, если считаете, что нужно было поставить на шорт или лонг в определенный момент? Делать маячки в телеканале, например, альт, биток, уровень, лонг или шорт? Косарь баксов я выкладываю. Привет, лайк за ежедневный обзор. Благодарю, спасибо, краб. На эфире образуются три вершины. Ждем. Просьба, какие лучшие места для входа в шорт по эфиру считаешь хорошим? Я взял, я взял по эфириуму сделку. Еще несколько дней назад у меня получилось среднее в середине рейнджа. То есть я только-только вышел в плюс. То есть я там некрасиво открывался. Конечно, можно было бы, вот, коробка, паттерн-коробка, очень интересный. Тут ложный выход, хотя он обычно, ну, чуть выше, конечно, открывается. Ну и, в принципе, норма отработки, там, первая цель. Ну, как раз вот десятки, где указано у меня, с середины рейнджа. Хотя можно даже выше сделать. Ну, конечно, десятки. Ну, пятерки вышивают однозначнее, я думаю, что 1300. Ну и слабая зона, зона, откуда мы начали пампиться. Тоже трешки мы видим, что на 1080. Я думаю, что сюда гарантированно придет. Двушки тоже вполне, вероятно, ниже сильно пойдем. Но там уже надо будет смотреть. Так, это ответил. Привет, ты красавчик. Скажи, пожалуйста, как ты определишь, какой цены начально считать ликвидацией? С условного хая, то есть, условно, например, у нас тут какой-нибудь зажимной скам, да? Ну, опять же, ладно, смотри. Короче, видишь, вот, например, вот это движение. Тут постоянно кто-то ликвидируется. То есть, да, вот мы пошли выше, мы, скорее всего, ликвиднули полтинники. Вниз сходили на сотку. Здесь наверняка мы ликвиднули полтинники. Здесь сходили тоже, я думаю, что на полтинники. И ты можешь, как бы, эти лесенки смотреть. То есть, например... А, блин, ладно, сейчас покажу на вот этом уже движении, которое у нас сейчас. Да, условно. Вот с верхушки, с верхушки. Мы ликвиднули уже... Ну, давай, ладно. У меня вот тут раскидана сетка. Вот видишь, условно, вот здесь вот мы берем, отсюда считаем, да? Вот зелененькая, 1600. Мы ликвиднули полтинники, мы ликвиднули 35-е плечи, 25-е на плечи, 20-е. И до десяток не дошли. То есть, все ликвиднули вплоть с хая 20-ки. Вот отсюда 20-ки. Но вообще, релевантно в таком рейнже считать чуть ниже, потому что тут набирались позы. Это уже тут тоже тени. Это чаще всего какие-то ликвидации. А лучше считать, кто по рынку влетал. Здесь, то есть, влетели по рынку. Мы ликвиднули 20-ки. Все, от 20-ки пошли, считаем. Вот тут смотри. Можно на маленьких таймфреймах надо от пиков, на средних таймфреймах надо немножечко... Так, 14, так, нет, погоди, 1450, да? Надо считать от тела свечи. Нет, не то сосчитал. 1600, ой, 1500. 1500, 1500. Так, 1500. Вот, все, мы пошли ликвидировать отсюда. 50-е ликвиднули. Видишь, долились. Дальше ликвиднули 20-ки. В принципе, 50-е плечи не такие важные. Важные там 20-ки, 10-ки в основном берут. 20-е, 10-е плечи. Вот, 20-ки ликвиднулись. Здесь застопорились. Начали искать ликвидность. Тут, скорее всего, сотки-двухсотки. О, то есть, сотки-полтинники. Все, пошли дальше. Слоя ликвидировали вплоть... А почему у меня две этих? Почему-то две. Вот, вот так. Слоя ликвиднули. Аж все до десяток и здесь остановились. Ликвидность закончилась. Теперь можно перемещать ликвиды сюда и считать отсюда. Например, тысячи. Ну, давай прям с хаев самых неудачников. Кто там по 1660 влетел. 1660. Залу-пумперы влетелись на пробои. Да? И тут, и того, 1660. Вот, мы, видишь, пришли к десяткам. Сейчас ликвиднули двадцатки, двадцать пятки. Пришли к десяткам. Сейчас, наверное, дольемся. Что-то такое. И уже будет пробой. Следующий будет пятерки. Более важный уровень. Ну, вот, примерно так и считать. Но это, опять же, как бы шахматную игру надо видеть надолго. То есть, если ты начнешь, короче, в рамках стратегии это надо использовать. То есть, просто так сел и считаешь. Ну, это ни о чем не говорит. Вверху понятно, где зона маржинальная. Внизу, снизу понятно, где зона маржинальная. Но, например, если в совокупности используют, как у меня, там, зажимной скам. Да, прям как зажимного скама. Я понимаю, что сейчас норма отработки зажимного скама как раз-таки совпадает с ликвидами. Где-то 0.30. Ну, первое, конечно, вот здесь у нас зажимной скам. Цель. Да, но следующая цель. Вот. Так. Гэмблик. Давай нам стратегию. Как мы будем толстые котлеты зарабатывать? 200 плечей. А, нет, сейчас не дают 200 плечей. 125 шарта и погнали. Скажи, какой литкоин инвестировать 1к баксов? В такой же, как и 10к баксов и 100к баксов. Не знаю. Я никуда не инвестирую сейчас. Как же проснуться и увидеть все красное? Кстати, ромб увидел, внутри поигрался, но сейчас пробили вверх. Телеграм-публикация умерли? Нет, я публикую в основном важное только на телеграм-канале. Просто, я думаю, смысл ли есть? Напишите, кстати, в комментариях, есть ли смысл выкладывать каждый день обзоры еще и в телеграм-канал. Потому что, мне кажется, это спами. Ну, то есть, люди, кто подписан на YouTube, и так зайдут. В чатик я скидываю. Ну, а в телеграм-канал, ну, лишний раз мысли очень важные просто. Так скажем, инфляция важных мыслей происходит, если очень много всякой залипухи выкладывать. Тем более, это качественный контент. Я какую-то там вынашиваю аналитику или вынашиваю какой-то фрактальчик или еще что-то интересное очень долго. Выкладываю один раз. Да, понятно, что я могу и каждый день печатать, и херачить их по очень-очень много. Всяких аналитик. Ну, смысл вообще, вот эти линии, вот эти вот рисовать не нужно. Я вот когда в чем-то более-менее уверен, я выкладываю. Вот. Я не знаю, что ты там за графики смотришь, но нам надо под пятники доводчиком довести до 12 класса. Шероховатости. Тебя когда ждать? Смена в 7.30 начинается. Сорян, проспал. По эфире вроде как бычий флаг формируется, а не коробка. Не знаю, в чем он тут, бычий флаг. Типа, ну, где треугольник-то как, в чем? Даже если взять там, например, господи, везде эти гипы. Господи, все эти гипы. Кстати, пошел, но единственное, конечно, кто стоп ставил за хай, их порешали. Вчера рисовал. Так, блин, что-нибудь. Вот смотри, давай, к евро фикснем. Медвежий флаг. Так, медвежий флаг по демарку, да, треугольники рисуем. Они рисуются. Видишь, он как выставляет по демарку. То есть эта точка, эта точка, вот так не проводится. Потому что по демарку считаются там какие-то истинные точки и неистинные. Это во-первых. Ну ладно, допустим, мы совершили ошибку и мы нарисовали медвежий флаг. Вот здесь много кто, возможно, заходил на медвежий флаг. Но релевантно-то вот так вот рисовать. Справа налево у нас рисуются, а не слева направо. Вот. Поэтому какой тут медвежий флаг? Тут что ни на есть этот треугольник. Ну, у меня зажимуха. В стандартном наркотрейдинге или как он там... Вспомнил. А тут, ну, обычный треугольник с выпадением вниз. Не знаю, что ли. Так. Ты в крипте красавчик, профи. Потому и аналитика отменная. В политике ты же ноль. В мировой геополитике. Ты ноль в сто пятьсот степени. Чувак. Анализируй то, в чем шаришь. И не лезь туда, где ты ноль. Не порти себе карму. Я, кстати, заметил. Чуваки, да, как по шаблону обычно пишут, когда ты начинаешь там что-то политическое обсуждать. И как по шаблону. Ты, конечно, здесь там молодец. Ты, конечно, здесь супер. Но в политике. А мне скажите, кто в политике? Может быть, генералиссимус, который даже в армии не был? Или, может быть, этот как он? Или, может быть, зигующий филолог-лингвист. Профессионал. И очень сильно разбирается в космосе, что его космическим этим директором назначили. Да, он там в 10-м зиговал, а тут министр космоса. Ну, это вообще... Это смех и панорама. Реально просто... Вот все люди, которые вас хотят обвинить, что вы в чем-то не разбирались, да? Они хотят, чтобы вы просто на диване сидели. То есть, если я там зарабатываю в сфере экономики, да? Ну, условно, там трейдинг, конечно, это больше казино. Но как и так или иначе, с экономикой связан. То есть, я не разбираюсь, а вот зигующий филолог разбирается в космосе. А вот там этот пожарник-кооперативщик в армии разбирается. Ну, это смех и панорама там. Министр, дипломат, бухарь. Ладно, я не хочу это разводить. Я специально чат сделал таким неполитизированным. У нас такую сильную политоту. Прямо когда на скобель уходят у нас банны жесткие. Потому что люди не могут принимать чужие точки зрения. И как бы любят накидывать говно на вентилятор. Я человечек такой очень политизированный. У меня много с этим проблем было, но ничего. Не вам не говорить, там разбирайся, не разбирайся. Так, я лангина 23 на 3к баксов. Поздравляю. Так, согласен про игру. Так, этот чел просрал. Там тыры-пыры. Да, блин, это понятно. Как бы вообще всем, кто там хочет, там, ой, эти не такие, те не такие. Вот синий хороший, красный плох. Вы просто берите табличку Excel, да. И просто замеряйте, да, какие-то показатели. ВВП, да. Есть условные там. Синий блок Евросоюз. Евросоюз 16 триллионов. США там 20, что ли, триллионов, 22 триллиона. Говорят, ой, у них там сфера услуг, это все дутая. Ну ладно, возьмите вот Китай, производственный Китай. Если вы любите там, что они производят, конечно, тоже экономика на глиняных ногах. Но то же самое, то есть 16 триллионов ВВП. И что? И когда ты говоришь, ну вот здесь это, полтора триллиона ВВП, что-то очень мало. Что-то может получше сделать? А тебе говорят, нет, ты сиди на диване, там все нормально. Там разберутся. Ладно, ах, все, мне сейчас понесет. Не надо меня с утра. Я настроен на прибыль. На успех. Посмотри, пожалуйста, дневник BTC на 21600. Хорошая поддержка образовалась. Может от нее отбиться и пойти. Ну я сейчас указал, от каких плотностей плечей, зоны ликвидности мы можем отбиться. Вопрос, при каких условиях это фрактал нападенет меняться, по твоему мнению. Ну еще раз говорю, где только что, блин. Короче, все, стерся фрактал. Ладно, сейчас включу на трейдинг вью. При каких обстоятельствах он у меня начинает не работать. Кстати, вон, пока идем один в один практически. Наверное, у пятерок сверху надо выходить немножечко из шартов. Не потому, что дальше не пойдет, а потому что зона неопределенности очень большая. Поэтому смысл рисковать. Из шартов надо будет потихонечку выходить. Либо не выходить и брать хедж-лонги. Ну это кому как нравится. В остальном никто не знает. Никто не знает. Но если бы был закол, да, перед этим обычно разгоняют. У нас разогнали. Причем хорошо. Ликвидировал все до пятых плечей включительно. В предыдущие два раза до пятых плечей ликвидировали и падали. Так, походу 2020 повторяется. Шартанул левое плечо себе в лицо. Мужик, умоляю, сделай стрим по торговле последние 45 баксов. Сегодня у нас в чате было жарко. Там трейдеры запрашивают субсидии. Поэтому. А что там стрим по торговле? Что говорить? Торгуйте как умеете. И будет вам счастье. Кармана два день прет. А, кардана. Может быть. Не сдерживайся. А, это насчет... Ну, я говорю, вы меня лучше не спрашивайте. Я там такие телеги могу. Привет, Артем. Куда скриншот скинуть? Скриншот чего? Оплаты доната? Скидываю в личные сообщения. Так, ладно. Полезные ссылочки в описании. Не понял, что это за злупуп? Ну, Алиса. Восстание машин в прямом эфире. Так, короче. Ссылочки полезные в описании. Лайк. Подписочка. Колокольчик. Да пребудет. С вами Прибыль. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok